И вот прошло еще два дня. Что же стало на сей раз с пионами? Вот этот, который зацвел один из первых, уже отцветает, к сожалению. Потому что у нас очень жарко. Ну, очень жарко. Просто невозможно. Но с другой стороны, посмотрите, насколько интересен. Он как бы какой-то белизной. Но у него открываются вот вторые. Видите, вот вторые открываются. Вот можно сейчас вот эти, которые не нравятся, посрезать. И зато маленькие, пускай мелковатые, но вторые будут свистеть. Зато посмотрите, видите, какие красавцы. Вот сейчас солнышко у нас немножко заволокло точками, облачками. Зато вот видно, глядите, просто пена какая-то шикарная. Вот, сейчас подойдем, посмотрите. И опять, вот я уже говорила, то, что не срезаю вторые. Вот, и уже и зацветают вторые, вот боковые эти. Вон, шикарные, просто шикарные. Глядите, какой. Извините, наелась мороженого в такую жару, и теперь кашляю. Вот, посмотрите, чудесный пион. Вот какой, по сравнению с рукой. Вот этот вот пион, он немножко желтизной, видите, с тычиночками. Этот нет, этот чисто набитый. А вот этот мне чем нравится, получается как бы взбитые сливки на блюдечке на розовом. И смотрится очень интересно. Особенно издали, настолько так здорово смотрится, посмотрите. Конечно, вот видео не может передать все цвета, но в то же время очень интересно. Начинает распускаться один из поздних моих любимцев. Это пион сорта Соланж. Вот он. Вот он только сегодня начал распускаться. У меня вообще их на даче три штуки. Но он очень интересный. Вот именно набитый такой вот. Ну, 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 очень красивый. Я не знаю, очень красивый. Вот этот вот бело-желтый, который вот сейчас он уже совсем беленьким стал. Но вот середочки вот уже молоденькие, тоже еще желтенькие. Это обыкновенный травянистый. Это никакие не и то, это обыкновенный травянистый. Но, к сожалению, уже вид теряется. У нас всегда бывает, только пионы распустятся. Либо дождь, тут же они, конечно, сами все сбивают. Либо вот такая жара. Ну, это прям, ну, жалко, слов нету. А сейчас я хочу показать опять Коралл Сансет. Посмотрим, какой он. Вот мы опять, который раз подошли к сорту Коралл Сансет. Вот, смотрите, он стал совсем другого цвета. Совсем другой. Вот почти, видите, почти желтый. Хотя дома он как был коралловый, так он и остался. Я один на пробу срезала, попробовать. Кстати, в срезке стоит изумительный. А вообще он раскрывался. Вот, смотрите, вот один последний бутон остался. Смотрите, какой был. Вот, потом, потом. И вот он. Но все равно это интересно. Мне, конечно, больше нравится, когда он конкретно Коралловый. Но вот с другой стороны, вот тоже. Вот цвет, посмотрите, какой. Ну, интересный. И опять мой, вот он начинает раскрываться. Мой сорт Соленш. Вот, вот так вот. Здесь вот более яркий он. Потому что здесь, возможно, другая земля. Здесь насыпная земля. Поэтому он будет даже немножко, может быть, другого цвета. Хотя, в общем-то, всегда был почти одинаковый. А вот распустился мой самый первый, начало моей коллекции. Вот он он. Это самый-самый-самый первый, который у меня появился пион. И вот зацвели мои последние пионы. Извините за голос, немножко простыло. Вот этот пион у меня зацветает самый последний. Вот он даже... Это сейчас очень у нас жарко. И немножко, конечно, цвет не тот. А то вот даже бутоны бывают зеленоватые. Очень интересные. Вот это последний пион. Сорт не знаю. Тоже ему больше 20 лет. Не могу сказать, какой сорт. Но красивый. А вот сейчас мы посмотрим, какой у меня ряд тоже пионов. Вот смотрите. Тоже вот я как еще на старом огороде была. Они бедные у меня. Я, по-моему, уже даже говорила, как они у меня здесь сначала были посажены. Потом здесь были по новой же выкопаны. Целое лето стояли в мешках. Потом я уже сюда вот высадила. Вот посмотрите. Вот этот вот самый-самый душистый. Самый-самый мой первый, самый-самый душистый. Очень мне нравится. И вот смотрите. Вот у меня здесь подпорная стенка. Получается. Вот сейчас они отсветут. Я их обрежу. Освобожу от подпорок. И у меня получится легкий-легкий зеленый заборчик. Вот, пожалуйста. Очень интересно, очень красиво. Единственное, что мне в пионах не нравится, когда они начинают отсветать, вот от них очень много мусора. Посмотрите. Вон он мусор. Но ничего страшного. А вот этот вот один из любимчиков моих, как я уже говорила. Но опять, вот за счет жары, он опять себя непонятно как ведет. Видите, какие-то прожилки. Это солонж. У меня он в двух местах растет. Даже, по-моему, в трех. Видите, он более яркий. Вообще он такой, знаете, красиво-красиво взбитый сливки. Нежно-нежно розовый. Вот, может быть, он просто еще не дораспустился. А вот сейчас мы пойдем посмотрим остальные пионы. Кстати, Коралл Санцет полностью отсвел. Посмотрите, остались одни коробочки. Значит, в ближайшие дни надо будет их все-все обрезать. А сейчас посмотрим другие. А вот сейчас мы проходим мимо итоги бридов. Это пион сорт Барцелла. Или Барцелла, кто как-то напишет. Смотрите, это что-то, конечно, это что-то. Вот сейчас вечер, все это закрывается. Это Келлис Мэмори. Вот они, я отдельный фильм, ролик я про них делаю. Это вот у меня первый год зацвели. Этот уже три раза цвел. Вот ему пять лет. Посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Просто необыкновенная. Посмотрите, какого размера цветы. Посмотрите, как я говорю, двумя руками не накроешь. Ну, они того стоят. Очень красивые. А сейчас пойдем дальше. Посмотрим, что с остальными. И здесь пионы уже отцветают. Смотрите, остаются одни коробочки. Одни семена. Вот как раз мой солонж. Вот он. Вот видно все-таки разная земля. Вот это солонж. Очень красивая. А так уже все отцветает. Поэтому пионы очень быстро отцвели. Ну, правда, у нас всегда бывает, то либо дождик пойдет в это время, когда они цветут, весь вид теряется, либо, видите, жара. Но все равно мы полюбовались. Ну, а на этом, наверное, все про пионы. С вами была Галина. Понравилось? Поставьте лайки. Подписывайтесь. А так, всего доброго вам. Добра!